Привет! На связи с вами Яна и магазинные нитки. И сейчас я покажу вам мастер-класс как связать аккуратные резинки из такой пряжи, которая их не держит. Была ли в вашей вязальной жизни такая проблема? Вам хочется связать резинку по краю изделия, но пряжа, из которой вы собираетесь вязать и ее совершенно держит. Например, карбная пряжа, пряжа без скрутки, ровничная нить или хлопкивый летний состав. Неужели для таких пряж резинка совсем не подходит и нам нужно подбирать другой узор? Давайте разберемся. Сейчас мы пойдем в куб, посмотрим поближе вот это изделие. Ну, если это видео покажется вам полезным, не забудьте поставить вот такой значок под этим видео, мне будет очень приятно. Сейчас я покажу вам кардиган, который я вязала этим летом для своего сына. Он твидовый и часто твид и кардная пряжа это одна общая история, потому что в большинстве своем твидовая пряжа является кардной и поэтому на нем как раз можно посмотреть разные виды резинок и продемонстрировать тот момент, который я вам хочу объяснить. Не всегда резинка должна тянуться. В изделиях есть разные виды резинок, да, есть варианты резинок, которые мы хотим, чтобы растягивались, а есть резинки, которые просто создают нам общий контур изделия, где помогают нам сделать завершенный, законченный край, но при этом главная их функция это не пружинить, главная функция это остаться аккуратной. И главная хитрость в вязании вот таких резинок, которые нам не нужно, чтобы сжимались, но номер спиц мы все равно меняем на них меньше, да, для того чтобы они получались аккуратные. Мы должны, например, резинки вязать на 3,25, а само полотно на 3,75. И чтобы само полотно не сужалось и потом не перерастягивалось в процессе ношения изделия, есть один хитрый-хитрый секрет, который опытные мастерицы знают. Я сейчас с вами им поделюсь. Мы набираем на резинку большее количество петель, чем нам необходимо. Рассчитываем мы изделие исходя из образца лицевой глади и знаем, к какому количеству нам нужно прийти, чтобы вписаться в некую ширину. На резинку мы прибавляем каждую восьмую петлю. Мы делим общее количество петель на 8 и это количество прибавляем на резинку. Но опять же с учетом корректировки, если мы вяжем резинку, например, 2 на 2 рисунком, то количество должно сходиться. И после того, как провязали полотно резинки, в первом лицевом ряду делаем убавление. Мы связали плотненькую хорошую резинку и при переходе на больший размер спицы мы петли убавляем. Давайте сейчас с вами свяжем небольшой образец из твида. Это еще один будущий будущее изделие для моего сына. Это будет джемпер. И я сейчас покажу, как будет выглядеть резинка. Набираем петли на резинку мы на меньший номер спиц. У меня это 3,25. Таким же вариантом я вязала из пряжи Arn 30. Как раз вот этот твит жилет для своего мужа. И резинки там связаны на спицах 3,25, основное полотно на четверке. Набираем на меньший номер на 3,25 и отвязываем резинку. Единственный момент еще такой. В кардных пряжах я советую вам избегать варианта резинки все-таки один на один, потому что она самая рыхлая, самая пружинистая в то же время. Но поскольку кардная пряжа эти резинки не держит, она у вас больше всего расползется. То есть если вы хотите получить аккуратную резинку, все-таки выбирайте варианты 2 на 2, 2 на 1, 3 на 2, 3 на 1. Какие-то варианты модификации, которые позволят вам приблизиться больше к лицевой глади. Либо это будет 2 на 2, либо это все-таки 2 лицевые и 1 изнаночная. То есть максимально приблизиться к лицевой глади и не быть такими пружинистыми. Как бы мы с вами не любили резинки один на один, давайте оставим их все-таки для гребеного мериноса и для хорошо крученных пряж. Например, той же носочной пряжи, у которой есть отличная крутка. Вот, например, так у нас может выглядеть резинка. И сейчас, когда мы переходим на первый ряд более крупными спицами, у меня это 4 миллиметра, мы провязываем весь ряд лицевыми и одновременно отсчитываем, кромочную не считаем, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, а 7 и 8 провязываем 2 вместе, 7, 8 и дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 провязываем вместе. Таким образом, при переходе на больший размер мы сокращаем количество набранных петель, доводим их до того количества, которое нам нужно уже для вязания и продолжаем вязать изделие. Я вам показала вариант с уменьшением каждой восьмой петли, а вообще этот ритм выясняется именно при провязывании образца. Когда вы вяжете образец на изделие, вы вяжете с одной стороны резиночку, например, с шагом 1, 8, да, каждая восьмая петля, а с обратной стороны резиночку с шагом каждой шестой или каждой четвертой. И тогда вы сможете точно понять, какой ритм вот этих прибавок, убавок вам необходим, чтобы именно на вашей пряжи, именно на вашем изделии, на вашем номере спиц это смотрелось адекватно и хорошо. Самые распространенные варианты, я вам сказала, чаще всего берут либо 1,8, либо 1,6, ну в крайнем случае 1,4. Сами понимаете, что пропорция это строится от того, насколько сильно мы хотим разницу сделать между количеством петель на резинке и количеством петель здесь. Чаще всего это еще зависит от разницы в номере спиц. Например, если мы резинку вяжем условно на два с половиной миллиметра, нам надо сдружить более мелкую резинку и более крупную гладь. Тогда здесь подойдет ритм 1,4 или 1,6. Если же у нас разница с вами не сильно большая у номера спиц, тогда мы с вами можем выбрать шаг более классический 1,8. И пробуйте такой способ на своих изделиях, пишите в комментарии, как у вас получилось, нравится ли вам результат. Ну и поделюсь с вами еще одним небольшим секретом, лайфхаком. Если все-таки вы хотите, чтобы ваши резинки пружинили и они у вас растягивались и стягивались, например, такой вариант можно сделать на манжетах. То есть если вы хотите, чтобы у вас действительно они собирались сильно-сильно, да, здесь, то вам подойдет вариант с использованием вот такого спандекса. Это профессиональная тонкая нить. Смотрите, какая она тонкая. Она наматывается в обязательном порядке только на конусы. Обычно мы мотаем по 10 грамм, в 10 граммах почти тысячи метров. И очень удобно взять одну катушку, на несколько изделий вам ее хватит. Можно составить свою коллекцию, взять самые популярные оттенки, чтобы они у вас всегда были под рукой. Ну или покупать спандекс непосредственно с пряжей. Один цвет спандекса может подойти под много оттенков нитей. Даже если, хотя казалось бы, да, здесь темно-синий спандекс, если я его прикладываю к пряже, он практически незаметен. Конечно, у нас есть и посветлее джинс, но для примера вам просто покажу, что цвета очень универсальны и могут подойти под несколько оттенков, не только тон в тон. Можно подбирать. Если это видео было полезным, не забывайте ставить пальчик вверх, писать свои комментарии. Каждый комментарий это плюс один к развитию нашего youtube канала. Мы сможем снимать для вас больше видео, интереснее видео. Будьте вместе с нами, вяжите с хорошей пряжей, качественным инструментом вашей нитки.